Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение нам рассказывает о том, что Господь для людей, которые были рядом с Ним, был источником радости, источником исцеления, источником благодати. И мы слышим слова «Весь народ искал прикасательства к Нему». Думаю, что эти слова созвучны тому, что мы сейчас переживаем принесение в Москву частицы мощей святителя Николая из города Бари, из Италии. И действительно, народ ищет прикоснуться. Конечно, у многих людей это вызывает какое-то недоумение. Для чего? Часть мощей, эти мощи остались там, часть здесь. Но думаю, что христианство в том-то и заключается, что Христос пришел не уничтожить материю, не перечеркнуть вот эту земную жизнь, а преобразить ее. Преобразить даже через прикосновение. Не случайно в Евангелии мы неоднократно читаем эпизоды, где человек получает исцеление именно через прикосновение. Женщина кровоточивая говорит себе, «Прикоснусь к кризам его и получи исцеление». И действительно получает. Иисус возлагает руки, мажет там брением, глаза слепому, в то, что мы вчера читали и так далее. То есть, материя тоже из творения благого любящего Бога. И через нее тоже передается вот эта благодать и милость, особенно тогда, когда мы доверяем, когда мы любим Господа, когда идем Ему навстречу. А сегодня желание моего сердца было немножко рассказать вам одну коротенькую проповедь митрополита Антонию Сурожского о святости. Владыка говорит о том, что в святости присутствует два начала. Это дар Божий и мужество человека, верность человека. Конечно, здесь может быть такая с нашей стороны уловка. Но вот дар, конечно, это для святых, у меня нет никакого дара. Это неправда. В каждом человеке есть множество даров. И даже если просто есть дар внимательности, дар сочувствия, дар любви, это всегда тоже может стать основанием для такого христианской жизни, для такой святости. Так что не будем об этом забывать. Святые – это люди, которые без остатка отдают себя в руку Божию, которые доверяют Богу. Это первое основание. Митрополит Антоний приводит слова преподобного Серафима Саровского о том, что разница между святым и грешником всего лишь в одном качестве, которое определяется словом «решимость». Человек, который решается вот так стоять в себе самом, в том, что в нем является самым возвышенным, самым прекрасным, который проявляется тогда, когда человек слышит Слово Божие, и какое-то слово его касается, касается глубоко, по-настоящему, не только на уровне чувств, но на уровне решимости сердца. Много таких историй, когда Антоний Великий услышал как-то в храме слово о том, как человек отдал все имущество и пошел за Христом, и он вдруг понял, что это его коснулось, и он относится к нему, и он тоже будет человеком достаточно состоятельным, продает все и идет в пустыню, чтобы вести такой образ жизни, целиком отданный Богу, и затем, конечно, приходит множество людей, которые от него учатся этой любви, этой радости, этой благодати. И в каждом из нас есть такие высокие порывы благородства, любви, сострадания, и поэтому святые это те, кто готовы жить для этих свой души, и если бы мы на это решались, то мы бы выросли в полную меру того, что для нас заложено Господом. И когда слово Божие касается нас, как это прекрасно, как это хорошо, когда это в нашей жизни занимает главное, центральное место, когда мы становимся заодно с Богом, становимся Его родными, живем с Ним одной жизнью. И путь этот, путь святости, на самом деле нас пугает, но он полон, тем не менее, радости, света, но требует, конечно, от нас мужества, во многом отречения от себя, часто даже жертвы. Но подумаем о том, какого бы был прекрасный мир вокруг нас, если бы хотя бы какой-то человек рядом с нами решился именно на такой путь. Для нас в жизни бывают такие моменты, когда мы встречаемся с людьми, которых можно смело назвать святыми. Если мы это сумеем увидеть, то для нас это станет замечательными такими огонечками, факелами нашей жизни, которые мы несем и в трудный момент подносим в какой-то ситуации и видим, как правильно поступать. И когда мы в жизни встречали таких людей, мне повезло, я встречал по крайней мере 4-5 человек, которых вполне можно назвать святыми, то это действительно является таким необычайным даром нашей жизни. Когда мы решаемся быть такими, то мы тоже становимся вот такими огонечками для других людей. Таким прекрасным стал бы мир, если бы таких огоньков было много вокруг нас. Поэтому каждому из нас надо решаться, чтобы быть такими святыми, хотя бы не на протяжении нашей всей жизни, но на какие-то отрезки времени. Пусть это будет день, пусть это два дня, пусть будет какой-то час, когда мы с радостью отдаем свои силы Богу и ближнему. Подумаем об этом в этот день памяти святителя Николая и будем молиться о том, чтобы и он нам дал каждому из нас вот такое горячее желание преображать мир через подражание святым обидел.